В общем-то, восстановил я оси, вот у меня, они на разных высотах относятся, но я буду все равно повторно вызывать геодезиста, когда уже зайдется плита. В принципе, я боялся, что откосы плохо, но если так уже смотреть, то прямо идеально практически. Обычно делают оси в качестве обноски, но я сделал внешний периметр здания, так как, ну, мне так будет проще работать, нежели чем с осями. Лично для меня. А так, в принципе, все делают оси. Ну, вот видите, что восстановил я их уже, и, в принципе, можно уже передавать отметки в котлован. В принципе, тут нормально все. Вот этот грунт я отгружу кому-нибудь, пожелающих много, но сегодня задача принести отметки вниз. Итак, следующий этап работы у нас заключается в том, чтобы перенести отметки в котлован, выставить опалубку по уровню и заниматься разработкой котлована уже вручную. Устроить добор грунта вручную лопатами. Это надо для того, чтобы не разрыхлять основание. То есть, лопатой ты снимаешь разрыхленный зубьями ковша грунт, а под ним у тебя слежаное, веками уплотненное основание, которое не надо дополнительно никак трамбовать, ничего подсыпать, в моем случае, так как у меня там песок. Ну, местами глина проскакивает, но это печально. Избавиться от грунта проблем не составляет. Я дал объявление на куфоре, это что-то типа нашего российского авито. И мне 11 человек сразу же позвонило и сказало, что готовы принять грунт. И я, в принципе, пораздавал грунт и соседям практически всем раздал, и другим еще соседям машину целую отдал, и еще машину отдал по объявлению человеку. Все, перенес я отметки вниз. Ну, криво, не криво, как бы это не имеет особого значения. Сейчас я буду сразу за топором вобью поле эти поглубже и буду перемерять погрешности, которые получились. Сколько их будет, я не знаю, сколько там сочинений это погрешность, но это не имеет значения, так как это будет плита, и там плюс-минус пять сантиметров в сторону ничего абсолютно не будет не решать. Вот, а потом уже на плите я уже буду с керосистом повторно размещаться, потому что там уже будут оси эти, они не потеряются никуда, но тем не менее лучше переделать чуть-чуть, чтобы точность была хорпау повыше чуть-чуть. Вот такие, короче, дела. Вот, у меня все у границы. В общем-то, вырос котлован. Страшное дело, честно говоря. Такие масштабы, блин, я аж не программировал под весь дом. Ну, уже придется как бы под весь дом делать цоколь. Так что такие дела. Вот лестницу отдалжил у человека. Сейчас вон стоит рулетку, будем перемиряться, и будем вычищать отметки давать, и натягивать шнурку. Может быть, может быть, сразу сейчас я опалубку отобью и буду переделываться. Вот здесь я подошла. Метров 30 этот угол задран. Тот хорошо, тот тоже сойдет. А сейчас у меня тут начались поиски поисковым металлоискателям, короче, поисковым мобильного телефона. Очень здоров человеку телефон. Ответели адвокат Ответели. 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 Давайте, наверное, надо ее применять. И что? Убери! Не работает? Не понятно. Или круглый металл? Кругом золото. Кругом золото? Е-мое! Стоит отдать должное им, телефон они все-таки нашли, но уже не этим металлоискателем, а другим. И нашли его на глубине где-то около метра. Так, ну вот у нас уже вырисовывается наша будущая плита. Ну, армированная под бетон, блин, не знаю, плита, что это за гибкая плита. И вот сколько мы грунта за день перелопатили с человеком. Тачкой возили. Офигеть можно! Офигеть! Я в шоке! Вот тут опасно. Тут уже, видите, под край уже все осыпается наверх. Ну, по идее он дальше не пойдет. Вот в 45 градусов есть откос. Ну, вот эти опасные откосы. Надо быстрее залиться. В общем, у нас вот такие вот здесь приключения. Ну, очень удачно, очень удачно. Сегодня человек пришел и прям, ну, очень помог. Охренеть можно. Пусть больше половины сделали, а отсюда будет забираться грунт прямой лопатой, грузиться погрузчиком в самосвалы и подниматься этот грунт задним ковшом обратной лопатой, закидываться наверх, обратно браться прямой лопатой. И вот таким макаром будет грунт этот вывозиться. Получается лишний, что ли, да? Немного лишний. У нас здесь песков много. И черноземы у нас тут тоже, блин, с вагончик в высоте. Так что у нас тут отвалы земляные. На таком маленьком участке еще плюс рейдерский захват мы осуществили чужой территории. То есть, если бы еще соседка была против, я бы тут, конечно, не развернулся б уже с грунтом. Пришлось бы его возить куда-то, потом обратно его привозить, хер пойми куда. Что-то как. Но повезло пока. Очень повезло. А здесь прям вообще, блин, добор грунта такой. Здесь глина есть, вот местами, блин, это плохо. Зимой будет тяжело мне. Ну, посмотрим, что там будет, как оно будет. В общем, все ништяк. Завтра еще по дня поработаем с ним, перетащим остатки. Стянем и все на этом. Значит, так выглядит. Добор грунта ручной у нас. У меня... Я тут просто работаю уже с человеком. Второй день подряд нашелся у меня брат по трудовому. По трудовой лапафии. И вот мы линзы глиняные какие-то пытаемся вырезать. Здесь уже как бы цвет такой, да. Но это уже он осыпается. Он уже как песочек пошел. Ну, еще как именно, да. В принципе, тут можно чуть-чуть добрать, чтоб пучение не пробрало. Но еще я утеплять буду после заливки плиты этой. Вот. Нитка натянута. И вот так вот идет от 20-25-30 сантиметров у меня скачет. Вот по нитке, если брать. Вот у нас, получается, добор идет грунта. Здесь мы уже все вычесали. Грунт уплотненный, твердый. Под ногами ничего не проминается. Пусть как по утопному ходит. В общем, мне нравится уже то, что получается, когда вот так под чистовую, под красоту сделаем. Но здесь опасное место. Здесь, не дай бог, здесь пляж-то опалубка. Восстановить ее будет очень тяжело. Поэтому надо скорее заливаться. Одно едем высыпается уже. Через опалубку засыпается. Это само оно так обвалилось. Мы тут ничего не обваливали. То есть тут, видите, как идеальные такие уголочины. Тождь еще прошел, стянул потихоньку. Главное, чтобы он дальше не стащил. Главное, чтобы колочки выдержали. Но когда зальется, уже пофиг. В общем, такие у нас тут приключения. И вот эти углы, главное, чтобы не обвалились. Они-то у нас тут такие жесткие. Уже пошли трещины. Вот это опасный очень угол. Но у нас тут с запасом еще 10 сантиметров сюда. ФБС где-то вот здесь ставится. Где моя нога. То есть здесь, как бы, такая подошва конкретная получается. Здесь вообще можно было ФБС ставить на грунт, как я говорил. Но уже мы ничего не успеваем. Поэтому хотя бы сюда деньги вбухаем в плиту. Может быть, не пожалеем. А если пожалеем, то не очень дорого пожалеем. Но зато будет хоть основание хорошее под фундаментом. Хотя вот основание, но подошва будет хорошая такая. Ну, планов такие есть, что завтра вывозим грунт. Решние немного. Машины две. Этот грунт поднимаем из котлована. И уже в понедельник вяжем, пока заказываем арматуру. Вторник вяжем. В среду принимаем бетон. Кубов тридцать, тридцать пять может. Тут будет. Ну, и на тридцатке, я думаю. С учетом где-то очень глубоких перепадов, то может и тридцать пяточка будет. Хотя может и не будет. Фиг его знает. Ну, обсыпем, конечно. Вот это все опасно обсыпается так потихоньку. Но здесь еще не так опасно, как тут. Тут можно еще и больше осыпаться. Но уже давно это стоит. Как бы уже почти неделю, наверное. Поэтому, думаю, еще полнедельки постоит. А дальше уже, когда плита будет, уже пофиг. Пусть осыпается. Ладно. Вот такие у нас приключения. Ну, вот здесь уже сейчас сантиметров как раз таки тут. 20. Но мы больше будем что-то добирать. И, в принципе, мне нормально. Основание так хорошее получается. Тверденькое. Прям чувствую, что исходишь. В общем, эта часть работы проделана. Теперь мы ждем технику, чтобы выбрать грунт. И будем брать арматуру. Хорошее debate. Продолжение следует...